Приветствую дорогие зрители! Сегодня с вами ESETNOTE и в этом видео мы рассмотрим как установить нашу операционную систему Windows 8 на виртуальную машину VMware Workstation. Обязательно установите себе виртуальную машину и после того как вы установите себе виртуальную машину на него будем разворачивать нашу операционную систему. Вам понадобится образ системы Windows 8. Вот у меня Windows 8 корпоративная. Запускаем нашу виртуальную машину VMware. Создать новую виртуальную машину. Выбираем выборочный. Дополнительно далее. Далее. Я установлю операционную систему позже. Здесь выбираем Microsoft Windows и ищем Windows 8. Windows 8. Здесь есть как Windows 8 X64 и просто 8.X. Это и есть у нас восьмерка. Далее кликаем. Теперь давайте создадим куда мы хотим распаковать наш образ, где будет лежать наш образ системы. Вот у нас Windows 8. Наши файлы установочные будут находиться в локальном диске C в Windows 8. В эту папку будут копироваться наши файлы. Далее. Здесь тип прошивки BIOS. Можете выбрать UEFI. Здесь появилась безопасная загрузка вкладка. Мы можем выбрать UEFI. А можем выбрать BIOS. Пусть будет UEFI. Далее. Еще раз. Количество процессов. Здесь вы можете число ядер процесса поставить. Допустим, двухъядерный, чтобы он был. Можете одноядерный сделать. Далее. Оперативной памяти. Для 64-битной желательно 4 гигабайта и выше. Но вполне нам сгодится и 2 гигабайта оперативной памяти. Оставляем как есть. Далее. Использовать трансляцию сетевых адресов NAT. Продолжаем здесь. Далее. LCLogic SAS рекомендуется. Пусть она остается. SKYSI рекомендуется. Здесь есть как SATA, IDE и NVMe. Выбираем SKYSI. Далее. Создать новый виртуальный диск. Размер 60 гигабайт можем выделить поменьше. 50 гигабайта будет достаточно. Далее. Далее. И готово. В списке у нас появился Windows 8 и X64. Изменить настройки. CD, DVD, SATA. Выбираем файл образа ISO. Обзор. И ищем наш образ системы. Вот у нас Windows 8 Enterprise. Выбираем наш ISO образ системы Windows. Ок. Теперь включаем нашу виртуальную машину. Нужно нажать любую клавишу. Не успели, значит загрузится жесткого диска. Вот нас приветствует Windows установка. Здесь выбираем русский язык. И далее. Установить. Начало установки. Здесь условия лицензионного соглашения. Галочку ставим. Принимаю лицензионное соглашение. И далее. Выборочная только установка Windows для опытных пользователей. Не занятое пространство 50 гигабайтов. Выбираем настройка диска. И создаем раздел. Создать том. И здесь выбираем под локальный диск. С. Выбираем. Вполне пусть будет все 50 гигабайтов. Давайте выделим под систему Windows. У нас сразу же появился раздел восстановления. Раздел 2 это система. И MSR за резервированной системой. Наш жесткий диск будет в разметке GPT. Это значит что есть в режиме UEFI мы загрузились. И в итоге мы устанавливаем в режиме на жесткий диск размечен GPT. Есть MBR и GPT. Мы по современным стандартам. Разметка Goit Partition Table у нас. В режиме UEFI мы устанавливаем. Так. Вот наш диск раздел. И поэтому у нас больше разделов появилось. Кроме 300 мегабайтов у нас еще появилось 128 мегабайтов и 99 мегабайтов отдельно. Давайте выберем наш раздел 4. Это у нас будет локальный диск C. И просто нажимаем далее. Происходит копирование файлов. Подготовка файлов для установки. И это займет некоторое время. Теперь у нас требует перезагрузки. Мы можем дождаться пока он сам перезагрузится. Или можем нажать кнопку перезагрузить сейчас. Чтобы ускорить этот процесс. Наша виртуальная машина перезагружается. Наш VMware Workstation. Теперь повторно запускается. И теперь у нас логотип Windows 10 опять. Идет подготовка устройств. Повторная перезагрузка нашего компьютера. Персонализация, беспроводная сеть, параметры, вход. Давайте здесь придумаем имя нашей учетной записи. Раскладку клавиатуры поменяем. Чтобы было все на английском. С помощью Alt Shift поменяли раскладку. И пусть это будет админ учетной записи. Вы можете поставить свое имя. Также вы можете здесь сменить цвет. Чтобы более приятный цвет поставить для ваших глаз. Который вам нравится. Как видим здесь большинство цветов. И вы меняете здесь цвета. Теперь давайте нажмем далее. Использовать стандартные параметры. Адрес электронной почты. Здесь вы вводите свою учетную запись Microsoft. Но мы хотим вход без учетной записи Microsoft. Ставим на него галочку. Локальная учетная запись. Здесь имя локальной учетной записи. Давайте придумаем имя, которое отличается. Здесь именно учетная запись. До этого у нас было имя в сети. Пусть будет админ 1. Готово. Завершение настройки параметров. Привет. Пока мы все подготавливаем. Узнайте о новых возможностях Windows. Когда ваш компьютер будет готов, наведите указатель на любой угол. Начинаем. И вот запустился Windows 8. Очень приятно это все выглядит. Давайте доберемся до рабочего стола. И вот наша Windows 8 установилась. Здесь мы можем перейти к персонализации. И это у нас Windows 8 корпоративная. Build 92.0. Изменение значков рабочего стола. И компьютер файл пользователя добавим на рабочий стол. Давайте посмотрим свойства этого ПК. Свойства. И видим, что это Windows 8 корпоративная. Система не активированная. 2 гигабайта памяти. И это мы полноценно в Windows 8. Теперь давайте откроем локальный диск сцены. И вот наши файлы операционной системы. А меню пуска здесь нет. Пуск именно скрыт. Если мы наведем указатель мыши на правый верхний угол, то здесь у нас есть дополнительные пункты, как параметры, устройство, пуск, общий доступ и поиск. Можем выбрать какие-либо из этих параметров и изменить параметры компьютера. Нажав клавишу Windows, вы можете вернуться на вкладку Windows и закрыть неактивные приложения. Мы установили Windows 8 корпоративную на виртуальную машину VMware Workstation. Все отлично установилось, без никаких танцев с бубном. Продолжение следует...